Послушали Анну Свен Ларсон. Ну что, посмотри, друзья. Возвращаемся во Флахау. Итак, стартовый протокол, как положено. У нас на второй попытке 31 спортсменка, друзья. Не 30, как обычно, 31, потому что у нас японка Андо и итальянка Рассетти показали на 30-й позиции абсолютно одинаковый результат. Ну, обе допущены, значит, 31 у нас будет стартовать. Такой, кстати, уже вариант не первый раз случается. Ну и, естественно, Петра Вылхова, видите, пойдет последний 31-й. Как обычно, все это по правилам. Что касается трассы, ее поставил как раз второй трассы, ее поставил тренер Микейла Шифрин, Майк Дэй. Не первый раз, да, уже мы знаем, доверяют этому специалисту. В этом сезоне уже ставил на одном из этапов. В прошлом сезоне ставил трассу. Ну, друзья, тут все нормально. Специалист хорошего уровня. Но я не думаю, что так как Майк поставил трассу, то и преимущество будет в каком-то плане у Шифрин. Да нет, конечно. Давайте просто посмотрим, какая конфигурация. Более быстрая или закрытая трасса. Вот, по крайней мере, то, что сверху, мне кажется, более закрыто уже. Ну, а нам сейчас ясно будет по времени прохождения Японки. Посмотрим. За сколько она пройдет? Ну, если, конечно, еще ошибаться особо не будет, чтобы у нас была реальная картинка. Да. Ну, снег сегодня плотный, но далеко не лед. Далеко не лед. И поэтому, знаете, я даже как-то засомневался на первой попытке, а будет ли для Вылхова это хорошо. Потому что мы знаем, что Петра-то любит жестко. Чем жестче, тем лучше. Это мы уже точно убедились с вами. Ну, примерно как и в свое время Марсель Хиршер, согласитесь. Да, у Хиршера всегда жесткие, там, полужесткие, жесткие. Ледяные трассы всегда в порядке. Как только очень мягко, мы помним, и Хиршер часто ошибался. У Вылховой была такая же тенденция, но сошлось все нормально. И мы видим, что Вылхова прекрасно прошла. Да, намного, намного более закрыта. Ну, вот как-то, вы знаете, когда мы увидели, что Майк Дэй, американец, ставит более закрыта. Не быстрая трасса, более техничная. Естественно, под Микаэл и Шифрин. И мы видим время прохождения у Японки. И посмотрите, при том, что количество ворот практически такое же, а время прохождения аж на 5 секунд. На 5 секунд медленнее вторая трасса. Так что тут, я думаю, тоже достаточно все понятно. Ну, Вылхова ведь она тоже мастер-то серьезный. Я не думаю, что это будет ее смущать особо. Более медленная трасса. С техникой у нее, естественно, тоже все в порядке. Хотя мы, давайте пока подождем по поводу Шифрины Вылховой. Вот сейчас у нас будут разборочки другого рода. Молодая итальянка Марта Розетти у нас сейчас на экранах. 20-летняя девушка. Ну, тоже вот прорывчик есть. 56-й стартовала в далеких номерах. Она, видите, в 30-ке стартует. Марта Розетти. Смотрите, она просто легко, легко и серьезно обходит Японку. Ну, вовремя, вовремя, друзья. Вот посмотрите, ну, кроме Розетти у итальянок в 30-ке только Куртонин. Та самая Ирена Куртонин, которой 34 года и которая завершает карьеру, уже практически этого не скрывает. И вот уйдет Куртонин. Ну, кому? Кому там биться-то? Вот, наверное, этой девочке придется. 20-летней Розетти. Больше некому. Так, начинают у нас немки. И немки тут вообще простой вариант. Немки три сильных соломистки из Германии. Они просто дружно провалили первую попытку. Просто провалили. И Лена Дюр, вот она на экранах. И Марина Вальнер. И главное, что и Кристина Аккерман. Просто кошмар. 26-е, 27-е, 29-е места. У опытных немок. Тоже трудно предположить, что вот так сразу на всех так повлияло. Но сейчас, конечно, в высоких местах им уже думать не приходится. Сейчас, ну, хотя бы как-то реабилитироваться перед своими болельщиками. Мы просто знаем, друзья, что здесь тысячи людей приехали из Германии поболеть, конечно, за своих. Но пока они болельщиков явно не радуют. Лена Дюр. Ну, видите, она молодой итальянке сразу же и проигрывает. Да, два этапа уже подряд. Немки как-то потеряли. Потеряли скорость. Это явно видно. Эмили Викстрюм. Ну, а вот у шведок. У шведок все выглядит достаточно неплохо. Как вы знаете, как всегда, большая команда. Восемь девушек вышло на старт сегодня. Из них трое в пятнашке. Ну, и вот Викстрюм отстает. И, кстати, для Викстрюм это уже привычная ситуация. Она в двадцатку не попадает. Уже не первый раз. Хотя даже Хектор сегодня на десятой позиции. Почему я говорю даже Хектор? Ну, потому что Хектор, мы эту спортсменку давно знаем, наблюдаем. Она ведь специалистка гигантского слалома в первую очередь. А потом уже слалом. И вот по сравнению с Викстрюм она намного сильнее. Так что Эмили отстает. И ей, конечно, ну, очень надо реабилитироваться. Она, видите, не в первой группе. Так можно и рейтинг потерять. Эмили Викстрюм. Ух ты, она проигрывает опять. И на второй попытке. Ну, ничего у шведки. Много, много проигрывает Викстрюм. Просто никак. Кстати, сегодня у нас уже пятый слалом в сезоне. И у Эмили Викстрюм, ну, в первую очередь, для шведов ничего особо не меняется. Хотя стабильность. Вот стабильность у нее, да. У нее практически ни одной ошибки. Такой уж грубой ни одного схода. Десятое место так и остается у нее лучшим в сезоне. Сегодня она и в десятку уж точно попадет. Ну, вот опять немки. Вальнер и Аккерман друг за другом. Да, вот с этой позиции хорошо даже видно визуально, друзья. Вы видите, да, насколько круто закрыл трассу американский тренер. Ну, понятно, чем сложнее, чем техничнее, тем лучше для Микаэла Шифрин. Она лучший технарь в мире с лалами. Тут даже у нас вопросов нет. И мысль, мысль Майка Дея абсолютно нам понятна. Создать условия, чтобы Микаэла Шифрин могла отыграться на второй трассе. Но почему бы и нет. Тем более состояние трассы еще какое будет. Все-таки Шифрин и Вилхова пойдут последними. Хотя, вы знаете, нас это не особо, я думаю, должно беспокоить. Ну, во-первых, плюс к тому, что резко холодает. Сейчас во Флахау начинались у нас соревнования практически при нулевой температуре. А сейчас уже минус 4. Подмораживает. Ну, вот видите, был лучший результат третье место у Аккермана. Вот, посмотрите, вот разлад, да. Вот мы предполагали, говорили, а посмотрите. Ну, просто пропала мотивация. Вот, ну да, ошибка. Но она бросает бороться. Еще посмотрите, сейчас рукой махнет. Вот. Показательный, кстати, жест. Этот жест просто, говорит, не получается и не могу дальше бороться. Вот и все. Удивительно. Так, ну, снимками ничего не изменилось, стало даже хуже. Давайте посмотрим, на что сделает, ну, вот, в частности, Метахроват. Действующая у нас чемпионка мира. Правда, среди юниоров, конечно же. Молоденькая еще достаточно. Ну, знаете, тот случай, когда молоденькая, но опытная. Четвертый год в Кубке мира. Это в 21. Она в 17. Уже появилась на трассах. Опа. Ну, казалось бы, чуть-чуть вот, да, контроль. Лыжи отпустила, чуть подсела. Ох, как опасно тут было, а. Ну, вот посмотрите. Вот за девушками некоторыми надо внимательно следить. Она так расстроилась, что тут не столкнулась чуть-чуть с контролером. Это могла бы быть серьезная тут травма-то, да. Сход, сход у нее с трассы. И вот здесь вот, посмотрите сейчас. Вот она прямо понеслась. И вот, вот, вот. И дети же, друзья, вот что еще опасно. Это дети тут пересекали трассу. Неприятный момент. Неприятный момент, но хорошо, что все обошлось. Очень тоже приятная атмосфера. Посмотрите, напоминает нам Адель Боденсон, да, который вот-вот у мужчин прошел. Прошедшие выходные, субботу, воскресенье тоже. Там было тоже такое же людское море. Разница во флагах, согласитесь. Там все было красное. От красно-белой и швейцарские флаги. Но австрийские-то тоже красно-белые. Поэтому сходство просто огромное. Ну и понятно, почему нам вот это людское море показали. Да потому что австрийка. Все-таки, хотя и много приезжих болельщиков, то это точно. Итальянцы и немцы мы точно знаем здесь. Но все-таки местных-то австрийцев побольше. Это уж, как всегда, это бывает. Франциско Грич. У нее после первой... 24-е место после первой попытки. Ну что, может быть, она из минуты. Я напомню, у нас длинная вторая трасса получилась из минуты. Никто еще не вышел, в том числе и Грич. Но она, по крайней мере, стала лидером по сумме двух попыток. Но она еще, видите, благодарит и заводит толпу одновременно. Во время первой трансляции мы рассказывали, что здесь необычная еще праздничная обстановка. Потому что во Флахау юбилей сегодня, друзья. Вот этот женский этап, женский слалом ночной, в десятый раз уже проводится. И такая праздничная, такая серьезная программа. Вот все руководство австрийской команды и президент федерации. И все тут. Главный тренер, я вижу, стоит. Рейс-директор. Рейс-директор это человек, который, ну, как бы, можно говорить, что главный тренер. За все команды он отвечает. За все горные лыжи. Ханс Пум, его, кстати, зовут. Мы его только что видели. Так, Анна Бучик. Вот, видите, Словенки тут рядышком. Правда, Хроуд уже сошла. Анна Бучик. Кстати, недавно выиграла соревнование Кубка Европы. Слалом. То есть, должна, по идее, находится в неплохой форме. Но у нее не было результатов. Она рейтинг потеряла. Вы видите, у нее и стартовый номер далекий. И 38-й Аш. Это, конечно, слабо. Но вот, за счет Кубка Европы, может быть, и сегодня прорвется, подтянет свои показатели. Да, зеленая зона, но на грани. Но на грани. Тут разницы практически уже никакой нет. По нолям. А Анна Бучик. Нет. Не дотягивает. Сами видите, 7 сотых. Ну, у них с австрийкой просто были одинаковые показатели. И на отрезках. 0-0, 0-0, 0-6. И на финише только вот уже в пользу спортсменки из Австрии. Ну, вот эту комбинацию одной и другой. Очень грамотно, да, согласитесь. Она отработала. Чистенько, с хорошей высотой. Ну, вот она. Крупным планом. Франциско Гритч. Эрин Мельцинский. Ну, и вот эта вот, конечно, печальная надпись на экране. Ну, согласитесь, достаточно печальная. Одна победа у канадки была, а и была эта победа в 2012 году. В Оберштауфене. Тогда Оберштауфен проводил этап Кубка мира. Немецкий горнолыжный центр. 12 лет. 8 лет прошло в Мельцинске. И как-то новой победой, честно говоря, не пахнет. Да, Мельцинский у нас сейчас крепкий, ну, середнячок. Без всяких обид. 27 место в зачете с Лалома в этом сезоне. Пока, ну, согласитесь, это абсолютно не результат. Ну, вот так вот пошли плотно между друг другом разбираться. Тут могло качнуться, согласитесь, в любую сторону. Вот только что австрийка унесла ноги от Словенки. А теперь, в свою очередь, канадка ей 6 соточек привезла. Элена Штофель швейцарской команды. Ну, у швейцарок сложилась вот эта парочка хорошая. Холденер и Гизин, мы знаем. Они обе более-менее в неплохой форме находятся. До этого-то только Холденер была. Ну, вот Гизин сделала такой хороший рвок с Лалами, подтянулась. Попала впервые на пьедестал почета, вы знаете, в Лиенце перед самым Новым годом. И вот сегодня Гизин и Холденер на 6-м и 5-м местах, соответственно. Так, достаточно прилично. Ну, вот еще одна спортсменка из Швейцарии, Елена Штофель. У нее, конечно, квалификация пониже. Ну, вот на уровне лидирующих Мельцинский и Грич, видите, она может побороться. Опять у нас абсолютно ровные показатели. 0-1, 0-8, 0-1. Ну, вот, третья. 13 суток, уже третья. Причем одинаково сбючек. Интересно получается, уж совсем плотнее некуда. Одинаковый результат со Словенкой. Микаэла со своей мамой, кстати, вот сейчас видите крупно на экранах. Ну, мама, она, вы знаете, одна во многих лицах. И мама, и тренер, и психолог одновременно. Хотя в начале сезона мы рассказывали истории, что сама Микаэла сказала, что они с мамой договорились только эпизодически. Будет мама появляться побольше дома. Ну, все-таки устает и так далее, и так далее. Ну, вот, после того, как провалила один из стартов Микаэла в Куршевелле, мама решила, что надо по-прежнему быть все время с Микаэллой. И вот как в декабре они объединились, вот так вот все время вместе. И они, кстати, на родину не летали. Ни на Новый год, ни на Рождество, а в Европе все проводили. Кстати, мы даже знаем, где. На севере Италии, неподалеку от Бальзана. Еще одна спортсменка пытается, естественно, пытается стать лидером. Это опять у нас Астрика Катарина Хубер. 17 сотых. Ну уж, вот видите, она так посмотрела на табло, говорит, ну как так-то? Ну, 17 сотых, а это пятое уже место. Ну, выравно проходят девушки. И вы знаете, вот это вот интересно, я опять обращаю внимание, что Катарина, ну просто настолько популярное имя в австрийской команде. Я не хочу говорить, просто, может быть, даже не знаю, во всей Австрии. Но в горнолыжной команде вот сейчас три Катарины одновременно, почти одна за одной. Вы знаете, Катарина Линдсбергер, Катарина Трупп и вот Катарина Гальхубер и Катарина Хубер. Четыре, я даже ошибся, четыре подряд австрийки с одинаковым именем. Фантастика. Нина Убрайен. Ну что, вот американки, наконец-то, ну более-менее чуть-чуть начали поддерживать лидера своего Шифрин. А то, да, вообще в одиночку. Но вот сейчас мы видим в двадцатке две американки. Это Мольцан и Убрайен. На трассе Нина Убрайен. Девятнадцатый у нее результат после первой попытки. Ну, в принципе, если брать даже последние много лет, в Слаломе никогда не было большой сильной команды у американок. В скоростных дисциплинах, да, во главе с Линдси Вон и с ее помощью, с ее лидерством команда доходила до восьми сильных участниц. А вот в Слаломе все время одна-две, вот кроме Шифрин. Ну вот, вторую неудачно американка прошла. Худшая из всех, кто финишировала. Результат она показала. Киара Майер. Смотрите, как разминается тоже активно. Вот там ей лыжи проверяют, подготавливают. Кстати, друзья, я вот узнал, это Дитер Барч. Я думаю, что такое знакомое лицо вот этого человека, который лыжи австрийки вот тут протирал на старте. Дитер Барч в свое время же он тренер. Он тренировал австрийскую команду старшим тренером, тренировал швейцарскую команду старшим тренером. И надо было вот узнать. В лицо-то я его узнал, но не знаю, какая у него сейчас позиция в австрийской команде. Долго не было о нем ничего слышно, но вот мы его узнали. Так, Кристиан Лиздал. Кристиан Лиздал. 18 место. И тоже, посмотрите, по-прежнему большое отставание на первой трассе. 2,5 секунды у Лиздал. Ну, то, что Нина Хавер-Лозет лучшая в норвежской команде, мы к этому привыкли. Восстановила Нина после травмы своей кондиции сейчас. Но Лиздал так немножко волнами, да. Так идут результаты. То чуть-чуть выстрелит, то шаг назад получается. Сегодня будет похуже, чем предыдущие результаты. Ну и Гальхубер. Как говорят сами австрийцы, пора бы уже о пьедестале подумать. Все-таки призер Олимпийских игр. Ну, вы знаете, так бывает. Казалось бы, сколько стартов, да, между Олимпиадами? Олимпиады раз в 4 года у нас, друзья. У женщин с Лалом, ну, порядка 10 стартов каждый год. То есть в 40 раз больше, да. Но бывает такое, вот на примере Гальхубер. Она на Олимпиаде-то смогла отличиться, да, медаль завоевала. А в Кубке мира-то еще на пьедестале не была. Вот такие тоже иногда парадоксальные. А у другой спортсменки наоборот, да. Сколько мы знаем, там, много пьедесталов, все-все. А вот, допустим, на Олимпиаде не... Ну, Олимпиады это вообще вещь такая. Раз в 4 года, один день там в любимом виде. Это, ну, это... Ладно, не будем пока про Олимпиады. Это не тема. Катарина... Очередная Катарина из австрийской команды и становится лидером. Ох, тут что творят? Я это... Нет... Да, это организаторы. Это, кстати, не болельщики. Я думал, тут фейерверки уже начинаются. А это организаторы такое начинают чуть-чуть шоу. Пиротехническое. Ну, это пока потихоньку, да. Вот пока спортсменки... Как только финишируют все, тут будет настоящий салют. Я еще раз повторюсь, они все-таки празднуют даже десятилетнюю... Десятилетняя дата. Десять лет после проведения первого этапа. Кстати, вот в 2010, естественно, году впервые проводился вот этот ночной салом здесь во Флахау. И тогда, конечно, выиграла Марли Шилд, которую мы прекрасно помним. Та, которая теперь Райх. Очередной свой этап. Так, у нее 34 было там победы. Любимица, конечно. Ну и по этому поводу сюда пригласили звезд. Те, кто карьеру завершил, мы уже рассказывали. Вот единственное, кого нам... Опять же, я во время первой трансляции говорил, что... Ну, не видим мы в кадре ни в прошлом году, ни в этом. Главного-то человека во Флахау Хермана Майер. Друзья, вот эта трасса, на которую сейчас девочки соревнуются, называется... Херман Майер Вельдкубштреке. Все очень просто. Трасса Кубка Мира имени Хермана Майера. Ну и вот самого. Почему бы нам в кадр-то не пригласить? Все-таки 54 победы у человека. Один из лучших показателей за всю историю. Ну, не лучший, конечно, там. У Стенмарка и Хершера чуть побольше. Но 54 тоже впечатляет. Но Херман как-то совсем скромно. Даже в своем родном поселке не появляется. Паула Мользан. Эх, не удалось ей. Не то, что возглавить. Посмотрите, она при проигрыше 76. Она даже ухудшает заметно свою позицию. Паула Мользан. А это, кстати, у нас уже 16-й. Значит, половина участница стартовала. А, какая шикарная улыбка, да, у Гальхубер. Это она у вас с крупным планом на экранах. Так, ну что же. Все идет пока по-прежнему достаточно ожидаемо. Будем надеяться, что станет после паузы повеселей. Возвращаемся во Флахау. И что, у нас опять канадская спортсменка, мы видим, вот на старте. Но эта спортсменка еще абсолютно неизвестной широкой публике. Тоже молодое пополнение канадской команды Али Нульмайер. 21 год всего девушке. И видите, у нее первый в карьере вот такой пока, пока, конечно, успешный старт получается. А у нее 15-е место. Для нее это высоко. У нас такая мини-атака канадской команды получается. Да, ну не за пьедестал, а так за места в десятке. Потому что у нас сейчас Мельцинский на финише. У нее второй результат. И еще две канадки подряд стартуют. Может быть, кто-то из них в десятку попадет? Еще раз повторюсь, пьедестал нереально. Потому что на первой попытке было проиграно больше двух секунд. Посмотрите, вот эта девушка из Канады, да? По сравнению с Мельцинской. Какая высокая, а? Очень рослая. Ну, так неплохо, да? Так была, была помарочка такая. Немножечко по темпу, а так скользить-то девушка умеет. Тем более учитываем, что достаточно круто расставлены ворота на второй попытке. Молодец. Третья позиция для нее текущая. Значит, она в пятнашке может быть. И это будет у нее лучший результат, наверное. Да, у Канадок пополнение. И, судя по всему, пополнение неплохое. Но вот тут, видите, наш оператор на старте даже подловил момент приезда сюда. Только что подкатила в стартовый городок Петра Вылхова. Шифрин уже давно на месте. Она разминается. Ну, еще одна канадка. Лоран Сан-Жерман. Представляющая Квебек. Франкоязычный регион Канады. Ну, у нее родной французский. Она и говорит по-французски, естественно. Ну, и тут и по фамилии, имени тоже достаточно все понятно. Ну, что, пока зеленая зона. Это главный показатель успешности, можно сказать. А вот сможет ли она? Тут вопрос. Ну, все-таки смогла. Друзья, и вот в этот момент, вы посмотрите, тут начинают действительно пробовать какую-то пиротехнику. Но, да ладно. Вот в данный момент канадцам бы остановить соревнования, да, и результаты. Посмотрите, у девушек первая, третья и четвертая. Сейчас на данный момент канадки. Ну, естественно, скоро быстро все изменится. А вот в данный момент текущее табло, конечно, для них очень приятно. Галь Хубер должна сейчас уступить вот эту приятную позицию. Вот этой девушке, да. Так. Петра. Ну, вот видите, какие-то питательный крем, питательные смеси для энергии. Водички перед стартом. Ирена Куртони. Всего два подиума, да. 15-летняя карьера в Кубке Мира. Ей 34 года. Ни одной победы и всего два подиума. Ну, вот не всех, да. Не у всех так все складывается, как у Шефрин или даже у Вылховы. Все чемпионами быть не могут. Такая работяга настоящая. Трудилась постоянно. Ирена Куртони. А, кстати, у обоих сестер, согласитесь, очень тяжелая спортивная судьба. Елена же тоже сейчас уступает. Две сестры давным-давно. И обе, в общем-то, без вот таких каких-то серьезных, ну, по крайней мере, таких результатов, как у той же Бриньона из их команды, даже близко нет. И вот, видите, опять она не смогла в лидеры выйти. Вот, расстраивается, как Ирена. Ну, что? Ну, вот почему-то такой, да, вот абсолютно какой-то корявый переход. Ну, опытные все-таки спортсменки, да. Ну, вот, вот, да. У нее даже рукавички, посмотрите, специальные, не перчатки. Может, руки так сильно мерзнут. Хотя теплая погода стоит все время в Европе. Да и сейчас, я говорил, минус 4 градуса здесь во Флахау. Посмотрите, он опять ушла вон на заднем плане. Видите, Шефрин опять уходит очень далеко от всех, буквально, только со своей помощницей, и они там отдельно вот разминку проводят. Ну, у каждого, говорится, свои манеры. Кто-то любит, наоборот, пообщаться, поболтать там с кем-нибудь на старте, снять так напряжение. Кто-то замыкается в себе. Тридцать сотых запаса у Алина Даньо. Небольшой запас по сегодняшним достаточно таким чувствительным отрывам. Но зато у Алина все-таки 12-е место после первой трассы. Это уже близко. Ну, быстрый прогресс. Мы отмечали еще два года на Кубке Европы. Ну, там она в лидерах уже была. В прошлом году уже и здесь, на Кубке мира. А сейчас, видите, и за десятку борется. Хороший прогресс за два года у этой девушки. И ей тоже не хватает. Ну, 14 сотых до первого. 10 сотых до второго. Смотрите, а вот так же Анна Бючик и Словенко, которую мы отмечали недавно, да, за хорошее выступление. Она уже восьмая. Интересный кадр придумали, да, нам тут режиссеры. Вы видели, да, на первом плане крупно Катарина Линсбергер и одновременно Шифрин на дальнем плане захватили. Показать, какая разница, да, вот одна так настраивается, другая совсем по-другому. Так, Магдалена Фиальстрем. Ну, вот шведки пошли атаковать. Их тут трое в этой части протокола. Ну, понятно, что Свен Ларсон опять от шведской команды пока самая успешная. Как вы сказали шведские корреспонденты, вот Фиальстрем одаренная девушка, ну, давно созрела для первой десятки. Но это их мнение, да, друзья, пока она в десятке-то не бывала. Хотя, конечно, может быть, действительно талантливая, трудно с этим поспорить. Но и сегодня не хватит ей до десятки, согласитесь. Она обыгрывает Мельцинский, она в двух канадах и Нульмайер обыгрывает, и Грич. Но это пятый результат. И судя по составу, который еще не сортовал, да, пять десятки, наверное, не будет. Ну, сейчас чуть более опытная Сара Хектор, тоже из шведской команды. И вы видите, что у нее десятый результат. Десятка вступила в борьбу. Ну, трасса не разбивается в прямом смысле слова. Ну, посмотрите, такие уже следы, да, так вот несколько сантиметров остаются. То есть еще одно подтверждение того, что не ледяная трасса сегодня, в отличие от Загреба. Там-то был голый лед у девушек, конечно, некоторым вообще было тяжко. Здесь такой хороший плотный снег. Ну, и еще раз повторюсь, идеальные условия для шифрин. Мне все-таки кажется. И постановка трассы, и вот эта структура снега. Ну, отыгрывать надо много, учитывая, что Петра Авылхова в отличной форме. Тоже, ну, в любом случае, сейчас будет интересная дуэль, конечно. Хотя еще восемь спортсменок нам осталось. Да, это лучшие парочки. Ну, немножко расстроилась Сара. Венди Холденер. Тоже подкрепится, да, как и Петра Авылхова. Что-то там оно, какое-то секретное оружие. Нина Хаверлозет, у которой во Флахау было второе место. Не победа, но второе место было здесь на этапе. Это уже, в общем-то, конечно, серьезный показатель. Последняя победа была в 2016 году. Ну, Нина Хаверлозет. Ну, потом она была травмирована, вы знаете, два года назад. Очень много пропускала. Ух ты! Смотрите, как она сейчас хорошо. И легкость появилась, согласитесь. Вот такое впечатление, когда на Нину смотришь, легонечко, как будто вот никакого труда и не составляет. Классно. Вот, наконец-то, мы от Нины увидели настоящую классную попытку. Интересно. Вот, посмотрите, при такой классной попытке она все-таки эту самую вторую попытку не выиграла. У нее третий лишь результат. А вы знаете, кто у нас по-прежнему с лучшим временем чисто по второй попытке? Самая молодая итальянка Розетти, которая второй стартовала. Вот вам еще одно подтверждение, сотое подтверждение того, что первые номера, конечно, выгодны с лалами. Ну, а у нас пока небольшая пауза. Возвращаемся во Флахау. И начинается, как всегда, самая интересная часть соревнований. Вторая попытка. Лучшая восьмерка. И первая в этой восьмерке стартует австрийка Катарина. Опять же, Катарина Труппе. Друзья, ну вот представительство больше всех в этой восьмерке. Три австрийки, две швейцарки, ну и, само собой, США, Словакия и Швеция. Как бы в количественном плане тут австрийки доминируют. Но это не значит, что в качественном. Ну, по крайней мере, Труппе, если только выше головы своей прыгнет, она и на первой трассе многовато проиграла. Одну и восемь. Одну и восемь она проиграла Вылховой. И для начала ей надо обойти Хаверлозет. Ну, где-то, где-то рядышком, где-то почти на равных они в данный момент. Ох, рискует, тут любит вот такие вещи вытворять. Труппе, бросая ноги буквально просто за флаг. Да, посмотрите. Ну, вот это как раз, наверное, она услышала нашу просьбу. Прыгнуть чуть-чуть выше головы. И ей это, похоже, удалось. Да, теперь уже у нее лучший результат. Более полусекунды в сумме. И примерно то же самое чисто по второй трассе. Ну, тут уж не поспоришь. Обрадовались, естественно, болельщики. Посмотрите, да. К трассе-то почти не подойти. Даже вот там 200 метров выше по снегу, по лесу надо прогнуть. Чтобы хорошее место занять. Ну, может, вот этого-то как раз от Катарины и ждут. Она же не новичок. В команде 24 года скоро исполняется. Ну, и опыт уже есть. Чего-то не хватало. Хотя, вы знаете, вот это супер попытка, но даст ли она призовое место, здесь еще вопрос. А вот нам показали. По-моему, мама была. Не буду утверждать. Мама, да. Вот этой девушки. Это Кьяра Маир. Ну, вы увидите, как все Астрийка, можно сказать так, с итальянскими корнями. Из Восточного Тироля. У нее, видите, и по имени можно понять. Кьяра все-таки больше итальянское имя. И Маир, а не Майер, как у чистых австрийцев. Но Восточный Тироль это так же, как Южный Тироль. Южный Тироль это часть Италии. Восточный Тироль это примыкающая австрийская территория. Ну, там смешанное население. И язык-то немецкий. Правда, с таким очень серьезным диалектом. Ну, вот, если брать австрийскую команду, кто так серьезно прибавляет на последних этапах, это вот как раз не Труппы, которая вроде бы супер прошла. Да, вот Маир-то она, она как бы такая небольшая находка. Не суперзвезда, но с потенциалом. Но сегодня опытная Труппы может быть посильнее. Ух ты! Вы знаете, я думал, будет второй результат. Да, мама, мама, точно. Мама ее, вот, нам ее показали. Она проиграла и норвежке. То, что проиграла Труппы, это понятно. Ну, и даже Хаврлозет уступила. но для нее это прогресс. Видите, с каждым стартом она в прошлом году и не мечтала о десятке, а тут вот, видите, будет и в десятке где-то. Хотя, как в десятке? У нас осталось шесть спортсменок, а на третье, ну да, да, в десятке, да. круглолиция Труппы, да. Так, там какая-то информация по рации идет для Петры Вылховой. Вот, не знаем мы от кого чего, потому что в Словакии других сильных девочек таких нет, и на второй попытке Петра в единственном числе, понятно. Ну, а сейчас Швейцария берется за дело. две австрийки неплохо справились своей задачей. Сейчас швейцарская команда чем ответит Гизин и Холденер подряд. Вот, Мишель Гизин, у которой недавно первый подиум появился именно в Слаломе. А так, у нее подиумы в четырех разных дисциплинах. Единственное, что без побед. Ну, тоже так работает, как-то смотришь на нее легонько, так, без всяких каких-то усилий. Вроде бы так все у нее нормально получается. Ну, вот, не очень умеет рисковать. Согласитесь, вот, сравнивать с труппой, ну, вообще, да, небо и земля. Та же Катарина Труппы, ну, все поставила, да, риск максимальный. А вот Мишель, у нее и характер немножко другой, такая более спокойная, более расчетливая. Я бы сказал, даже более техничная, чем Катарина Труппы, но вот у той качества другие есть. И вот, видите, сегодня Мишель проиграла чувствительно. Чувствительно проиграла целую секунду. Ну, вот уже и последний шанс. Гизин проиграла, значит, за пьедестал только Холденер. Ну, это уже Венди не привыкать. Ей не привыкать и за себя, и за свою команду бороться. Ну, пошла, пошла. Посмотрите, какая разница по активности с Гизин, да? Ну, просто даже на секундомер не надо смотреть, визуально видно. Просто она быстрее работает, она ближе к флагу, она сильнее атакует, мощнее. Поэтому секунды такие. Хороший очередной заезд. Ух ты, секунду везет. Но это по сумме у нас время на экранах по сумме двух попыток. Чисто по второй трассе это не такое огромное преимущество, а по сумме да, солидно. Сразу секунда. По второй трассе она выиграла у труппы 14 соток. Но за счет огромного запаса, видите, она явный у нас такой лидер с отрывом. Но и соперница на старте не слабее, да? Так что Венди сейчас придется поволноваться. по крайней мере, в очередной раз главная мечта Венди это победа хоть бы одна на этапе остается пока под большим вопросом. Потому что есть вот эта хотя бы девушка еще. Посмотрите, сколько раз Шифрин имитирует прохождение. Вот мы только, оператор поймал три раза, да, и на просмотре, после просмотра вот сейчас. И это, наверное, не все, а? Сколько же раз она моделирует вот этот проезд? Обалдеть, вот это да. Анна Свен-Ларсен. Ну, мы видели ее интервью перед началом попытки. Вполне себе хороший боевой настрой у шведки. Я, надеюсь, забыла она уже прошлогодние приключения на этой трассе. Я намекаю на то, что ее дисквалифицировали. Сама даже не хотела признаваться, что флаг схватила после окончания попытки. Перед самым награждением подошли Канни Свен-Ларсен и сказали извините, девушка, вы дисквалифицированы. А она была бы на пьедестале. Такая была ситуация. медведь. Но, ну да, все в порядке. Ну, посмотрите, Венди, да? Ну, казалось бы, опять, ну, все отдала она, все отдала, и мы не увидели грубой ошибки. А и все равно она проигрывает. Свен-Ларсен чуть побыстрее. Ну, а если Свен-Ларсен побыстрее, то, сами понимаете, что могут сделать Вылхова и Шифрин. Но, правда, у нас Линсбергер. Вот на кого интересно будет посмотреть. Молодая девушка заняла уже, ну, так, достаточно уверенно. Она идет на третьем месте в зачете и послала ему очень стабильно. Причем, знаете, очень приятная динамика выступления у Линсбергера. Вот сейчас она будет стартовать, я просто вам скажу. Начиная с первого старта, с открытия сезона, у Линсбергера седьмое, шестое, четвертое, третье. Красиво, да? Следующий шаг должно быть второе, по идее. Катарина быстро стала одной из самых популярных в Австрии, ну, такая симпатичная девушка с таким характером. Посмотрите, у нее и свой клуб быстро организовался, фанаты там, фанатский клуб на финише мы видели. Ну, а с другой стороны, все-таки опыта маловато. И вот, когда она стартует, ну, вы знаете, нет такой уверенности. Вот, когда Вылхова и Шифрин, ну, кажется, там, даже когда идут очень быстро, как-то смотришь с уверенностью. А вот, когда Катарина идет, кстати, я уже Вам говорил, что четвертая, Катарина во второй попытке в австрийской команде, вот, когда она идет, у меня как-то нет уверенности на сто процентов, что она не ошибется и дойдет до финиша. А может быть, это логично. Но она самая молодая в этой компании. Опыта меньше. Заслуг, само собой, тоже. Но работает хорошо. Работает симпатично она. Ничего не скажешь. Ух ты! Отставание-то появилось серьезное. Надо, надо тут побороться. Уж рискануть. Но она-то не знает, друзья. Она же не знает своего результата-то. Ой-ой-ой, третья. А это значит, что Свен Ларсон, не зря ее бросились обнимать. Свен Ларсон будет на подиуме, а не Линдсбергер. Да. Вот эта банана одной дугой. Ну что, она здесь все грамотно сделала. По крайней мере, вот по этому повтору. Все. Техническая точка зрения достаточно приличная. Ну вот, выискивать эти соты мы, наверное, бесполезно. Да, Анна Холденер 30 соток проиграла. Где их сейчас найдешь? Хоть всю трассу просмотри еще раз. Слишком маленькая величина 30 соток долей секунды. Ну, теперь может со спокойной душой сидеть на финише Свен Ларсон и уже не дисквалифицирует. Потому что я, по крайней мере, внимательно смотрел на ее заезд. Она сегодня, в отличие от прошлого сезона, ворота не пропускала. Так что может радоваться по-честному. Так, Шифрин, друзья. Шифрин стартовала на второй попытке. И эту самую вторую попытку как раз поставил ее тренер Майк Дэй. И мы видим, что она, эта самая вторая попытка, заметно помедленней, заметно покруче. и, естественно, делаем вывод, принесет ли это американке пользу в борьбе с Петро Ивелховым. Именно, конечно, с Петро Ивелховым. Это понятно. Хотя для начала еще надо и Свен Ларсон обыграть. Но здесь плотненько. Здесь такого преимущества-то большого нет. Друзья, посмотрите. вот следующий отрезок. Она пересекает и проигрывает Шифрин. Проигрывает Свен Ларсон, друзья. Неужели у нас будет неудача? Я напомню, последние последние два сезона только первая или вторая Шифрин. И посмотрите, она вторая сейчас. Она может быть даже третий. Свен Ларсон, ну, ее можно понять. Друзья, если ты Шифрин обыграл, Слаломи, ты, значит, очень сильный. Ну, не надо Микаэль расстраиваться. У нее все равно, вы знаете, даже если будет третий, если Петро сейчас выиграет, но большого изменения-то не будет. Да вообще никаких не будет, потому что лидером Шифрин все равно останется и в зачете Слалома, и в общем зачете Кубка Мира. А вот да-да, а может быть посмотрите, тот случай, когда и тренер перестарался, она с самыми закрытыми воротами как раз не справилась. Вот сейчас нам показали, хороша, да, реакция Свен Ларсен, когда она увидела время на табло. Время Шифрин. О, я ее обыграла, вот это да. Чуть не упала с этого лидерского кресла. Но все равно обе на пьедестале, а вот эта девушка сейчас все решает. Ну, ей, конечно, надо еще работать и работать. И Ларсен, и Шифрин прошли все-таки прилично, что там говорить. Свен Ларсен лучшее время по сумме и по попытке. Шифрин ей полсекунды проиграла, но... Пошла, пошла Петра Вылхова. В своей манере собрано, да. Смотрите, друзья, ну просто только руки в определенном режиме, который задан. Четкая работа бедра, ноги. Корпус как железный. Но пока она выбрала хороший темп. Хороший темп, он не супер быстрый, но достаточный для победы. Если она вот так же пойдет до финиша, этого вполне должно хватить. Ох ты! мы договаривались на 55, но не на 12 сотых, друзья. Неужели она сможет проиграть Ларсен? вот это развязка. Нет, все-таки выиграет Петра. Все-таки она выигрывает. Браво! Ну, конечно, поволновались многие ее поклонники. А вот они. она принцессы и так далее. Ну, и два дубля, друзья. Два дубля. Согранситесь у Вылхова. Я объясню, почему два дубля. Во-первых, два старта подряд она выиграла. Да, она выиграла 10 дней назад в Загребе и выиграла сегодня. Два старта подряд. Дубль и дубль в плане сезонов. Она выиграла в прошлом году здесь во Флахау Петра и вот опять сегодня. Очень серьезно. Очередной серьезный удар по Микаэле Шефрин. Но самое главное, что сегодня Микаэла еще и не вторая за Петра, а уже третья. Свен Ларсен поднимается на вторую позицию. Ну вот, повеселили, друзья, конечно. Ну согласитесь, а то мы после первой попытки немножко приуныли. Так, было чуть-чуть скучновато, потому что ни сюрпризов, ни прорывов, а вот развязка-то оказалась очень шикарная. Очень. Ну и вы знаете, повлажнели глазки-то у Микаэлы, но не плачет она, но сдерживает себя, да. Для нее это согласитесь, такое чувствительное поражение. Ну а Свен Ларсен поддерживает, поддерживает традицию хороших выступлений шведов на этой трассе. Я уже говорил, что Фрида Хансдоттер здесь дважды побеждала, еще была призером. Вот и Свен Ларсен тоже на пьедестале подсчета. Ну а Петра, вот она у вас на экранах, она вообще выше всяческих похвал. Браво! Второй старт подряд. И она сокращает свое отставание Шифрин в зачете, послала ему аж на 40 очков сразу. Ну вот они лучшие Саламиски, безусловно. И так итоговый протокол. Посмотрите, друзья, вот мы опять про Венди так незаслуженно забыли, а она-то буквально в 7 сотых оказалась на 4-й позиции, в 7 сотых от Шифрин. Венди Холденмерт, а? Линдсбергер на 5-й позиции, Катарина Труппы на 6-й. Ну а в трики опять без педестала, и для них это, конечно, досадно. Досадно. Друзья, ну у нас сейчас запланированная пауза, она будет небольшая, а потом мы подведем итоги сегодняшних соревнований. Возвращаемся во Флахау и подводим итоги. Ну, мы видим, что тут тоже над трассой у нас полнолуние, ну и интервью с победительницей у нас сейчас планируется. Ну да, посмотрим заезд, посмотрим лучший заезд и потом интервью Петра Вылховой. Друзья, ну полноценная, можно сказать, звезда, да, теперь Петра Вылхова. Мы как-то раньше еще в прошлом даже сезоне, позапрошлом особенно переживали, как у нее с нервишками были у нее такие проблемки, давай честно говорить, иногда слишком волновалась, не получалось, особенно вот в таких тяжелых ситуациях, как сегодня, да, но все-таки ты хоть и лидер, но тебе стартовать последний, надо показать все, что можно, и вот уже мы едем и в Загребе, она абсолютно хладнокровна, с огромным преимуществом выиграла, сегодня не было огромного преимущества, прошла ровно так, как нужно было. Конечно, это было чуточку опасно, слишком плотный получился результат, но все, что получается, то значит правильно сделано. Да, спокойно она и финишировала, знаете, такое впечатление, как будто чувствовала, что все будет в порядке. Петра Вылхова, 12-я, кстати, победа, вторая подряд с лалами, 12-я за карьеру уже у спортсменки из Словакии. Насколько важно для тебя вот подряд две уже победы здесь, во Флахау? Ну и, конечно, я очень довольна, это важно для меня, что вот так все получается. У меня сейчас хорошее чувство, физич, хорошее чувство лыжи и, конечно, обстановка и фанаты здесь тоже все это помогает. Но что ты скажешь, чисто по второй попытке, но я, мне удалось сохранить хороший настрой, вот сфокусироваться на второй трассе. Ну и, конечно, я постаралась сохранить быстрый темп, но получилось, конечно, все-таки очень плотно по результатам. Ну, а что ты скажешь о своих фанатах? Их достаточно много сегодня здесь, на трибунах. Ну и вот она по-словацки приветствует своих почитателей, и они, конечно, мы слышали, как они ответили ей благодарным таким шумом, взрывом на трибунах. Ну что ж, вот для таких побед все, даже мелочь имеет значение. Видите, Петра говорит, и лыжи должны быть, и идеально подобранные, и настрой, фокус, и поддержка, и обстановка, ну, она абсолютно права. все пока у Петры складывается вполне успешно. Ну, давайте посмотрим, изменил, ну, в принципе, по местам не изменилось. Свен Ларсон обходит Катарину Линдсбергер, вот единственное изменение, ну, и, конечно, сократился отрыв Шифрин от Вылховой по сумме уже вот у нас пяти слаломов. Какая шикарная луна, да, хорошо нам уже несколько раз, видно, режиссеру тоже понравилось. Ну, и здесь, в общем, зачете тоже сокращается разрыв, но все равно он чувствительный, вы видите, да, ну, и остается, напомним, друзья, на этой неделе следующий этап, как обычно, это суббота, воскресенье, следующий этап в итальянском Сестриере, и вот в Сестриере, кстати, будет очень интересный, соревнование, там впервые в женском календаре параллельный гигантский слалом. Ну что ж, на этом мы прощаемся, комментатор Екатерина Шленкина, ваш комментатор Владимир Андреев, и встретимся в ближайшую пятницу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok